Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я продолжаю отвечать на вопросы из коллоквиума для абитуриентов, которые хотят поступить на эстрадно-джазовый вокал Санкт-Петербургский институт культуры. Сегодня освещаю третий вопрос. Очень интересненький вопросик. Звучит он следующим образом. Особенности работы в разных стилях эстрадной музыки. Ух, как интересно! Красно! Что за стили такие эстрадной музыки? Стили эстрадной музыки. Ну, это все, кроме оперы. Да? Да. Ну, начнем по порядку. Рок. Какие тут особенности? Ну, помимо базовых вокальных навыков, о которых вы уже знаете, здесь необходимо... Так и буду держать этот пальчик, пока не договорю. Здесь необходимо освоить некоторые экстремальные вокальные техники, такие как реттл. Какой там у нас рок есть? Я свободен! Вот такой вот рок у нас в России есть. Реттл. Что еще можно? Скрим. Я свободен! Да, тоже было бы неплохо добавить иногда такой перчинки скримовой. Что еще? Эээ, дисторшн. Я свободен! В стиле Гарика Сукачева так немножко мне навеяло. Вот такие вот особенности при работе с рок-музыкой. Что еще там есть у нас? Джаз. Джаз. Ну, что там у нас? Ну, конечно же, овладеть пением в... Ну, базовые вокальные навыки, навыки тут вам не помешают, конечно же. Тут смотря какой джаз вообще, он что же разный бывает. Самое главное для пения джазовой музыки, я считаю, это развитый слух. То есть способность импровизировать в том числе. То есть добавлять какие-то нотки вне прописанной мелодии. Также, чтобы это был прям джаз-классик, классический джаз, то вам, конечно же, необходимо научиться петь скетом. Это, кстати, не скет, чтобы вы понимали. Ну вот, что касается джаза, я так считаю. Так, да? Это очень обобщенно. Еще у нас много стилей. Рок, джаз, хорошо. Поп, поп. Тоже он разный бывает. Базовые вокальные навыки. Что это? Это уметь петь тихо-громко, в речевой-внеречевой позиции. Вообще поп-стиль, он настолько многогранен, что там и скет имеет место, и экстремальные техники тоже имеют место. В современный такой поп-стиль, он обязательно состоит из таких вокальных особенностей, как пение фальцетом, например. Кажется, как будто бы, да? Ну что там петь? А когда ты рот откроешь, то у тебя ничего не получится. Вот так вот. Не так-то просто петь, как Билли Алиш. Билли Алиш, кстати, если вы послушаете ее повнимательнее, то там явно джазовая база. Вот это лишнее подтверждение тому, что поп-музыка, поп-вокал сейчас это в себя все вбирает. Вот, например, вот эта вот песня «I lose control». Там и экстремальная техника, да? Там и украшение, мелизматика в стиле блюз даже, да? Там вообще вся мелодия по пентатонике. А пентатоника это и есть блюз. Поэтому поп-вокал, он настолько всеобъемлющ. Когда-то мне в музыкальной школе говорили, что «Вот если ты научишься петь джаз, то ты сможешь спеть все, что угодно». А я вам скажу, что если ты научишься петь поп, то ты споешь все, что угодно. Поп. В стиле Бритни Спирс я вам сказала поп. Поп-музыка. Вот. Поп-музыка это и пение белтингом, да? И что еще? И полу-белтингом в том числе. Смотри, какая поп-музыка. От Селиндион до Инстасанки. Извините, извините, выругалась, выругалась. Так, что еще, какие стили есть? Народная музыка. Расцветали яблони и груши. Но даже если мы будем смотреть какие-то, типа там, заигрывания с современными музыкальными стилями, замесы, скажем так, Типа как у Пелагеи, да? Там у него такой, такая аранжировочка модная. Шел казак на побывку домой. Но вокал-то у нее имеет особенности народного вокала. А что это за особенности? Высокая гортань и твенг. Ультра-мега-гига-тванг, например. Ну вот и все. Ну и такая уверенная подача. Что еще, дорогие друзья? А я звук вообще включила? Да, включила. Так, мы разобрали с вами. Рок, джаз, поп, народная шансон. Шансончик. Недавно погрузилась я в такой приличный шансон. Не такой, знаете, не зоновский шансон. А шансон в стиле вахтанга кикабидзе. И что я поняла? Что я была права всегда, всю жизнь, что пение в стиле шансон – это пение в речевой позиции. Это такая задушевненькая музычка. Поэтому для того, чтобы петь в стиле шансон, вам нужно обладать способностью петь в речевой позиции. Это может звучать очень просто, но вы попробуйте. Вы попробуйте выразительно пропеть простую мелодию или даже просто выразительно ее проговорить. Это будет требовать от вас прежде всего актерского таланта. Актерский талант – это не зашоренность какая-то, отсутствие стеснения, там, ой, что обо мне подумают. Это не страх открыть рот пошире. Это ощущение внутренней свободы, что тебе ничего не угрожает. Это доверие к внешнему миру. Поработайте над этим, кстати. Без этого тоже невозможно петь все вот эти вот стили, которые мы до этого с вами осветили уже. Так что еще там у нас есть? Но мы не будем сейчас говорить про R&B, потому что это ответвление поп-вокала. Для R&B характерно пение на фальцете, если мы говорим про классический R&B, как Distance Child, например. Это тонкая масса и огромное изобилие мелизмов, украшений, riffs and runs, каких-либо пассажей на или около пентатоники. То же самое касается Соула из 80-х. Просто манера иногда... Ну, манера меняется. Манера, манера. Вот все, дорогие друзья. Дорогие мои абитуриентики. Если знать все это, то вот если знать ответы на все эти вопросы, вот зачем идти в университет? Ой, вот даже лампочка у меня отвалилась. Ладно, дорогие друзья. До новых встреч.